поясните по сути что такое человеческое достоинство странно казаться вопроса а в принципе если учесть что сейчас происходит как это человеческое достоинство уничтожается способами средства массовой информации как человека превращает вообще скотину особенно молодежь которым до лампочки должно быть все кроме набить свой пузо и удовлетворить свои физиологические потребности то в этом случае ни о ком честном достоинстве говорить не приходится я думаю что вы со мной согласитесь поэтому что такое человеческое достоинство ну наверное чтобы человек себя ну я тут не открою америку если конечно человеке совесть что тоже в последнее время под вопросом если наши люди все расслабились что у них совесть была и даже болезненно чувство справедливости наверное многие знакомы с таким чувством на уровне генетики такое присутствует то вот молодежь в последнее время воспитывается всем других традиций что очень очень вызывается сожалению но опять-таки молодежь и не только молодежь тоже приходит много писем после прочтения книг которые считают почему-то экстремистскими да эти люди начинают любить свою родину начинают гордиться кто они и что никакой стране живут пристают пить курить наркотики если кто баловался тогда все это прекращает от прочтения книги а вот видите от чего эта книга стала экстремистской да и другие потому что человек приобретает именно человеческий достоин он начинает понимает смысл своей жизни что сейчас бивает всем голову что смысл жизни набить карманы деньгами и так сказать наслаждаться в кавычках пролистями жизни но вы знаете вы слышали хоть одного там миллиардера который счастлив был бы кто-то слышал окажет деньги должны все так все же продажные дружба продажная любовь продажны и многие из них это понимают очень скоро что деньги не могут купить ничего кроме как иллюзии так вот часть когда стоимость в том что у него не должно быть ничего продажного если он дружит он должен дружить если любит он должен любить не за деньги не за что-то а потому что он чувствует то ли на чувствах допустим женщина если мужчина женщина мужчина женщина женщина мужчин и так далее что дружба должна быть не так как вот типа есть причина старинная плитча весьма такая что был один очень богатый человек у него был единственный сын и у того сына было полно друзей весь дворец был забит друзьями и отец умирая решил взял со своего сына последнее слово что если он решит покончить жизнь самоубийством может слышал кто-то но если не слышал повторюсь кто не слышал услышать первых кто услышал повторюсь как открыл решит покончить со мной вот такой-то комнате есть крюк вот я тебя прошу будешь вешаться вешаться именно там но сын конечно смутился отец типа перед смертью желает ему пожелание такое что вроде и врагу не пожелаешь но тем не менее горычу так сказать приняло такое предсмертное желание отца и значит умер отец иначе друзья искать продолжали еще больше старает торчать его дворце приходит время деньги уходят 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 по мере того где не уходили исчезали все друзья когда вывезли из дворца все мебели и так далее за долги то еще это последний табачках друг и вот тогда он вспомнил когда долги и остались и так далее он вспомнил последние просьбы отца пошел в ту комнату на пытался повеситься на этом крюке а этот крюк оказался открывать ключом для открытия поворот открывал секретную комнату где отец спрятал все основные свои богатства после чего естественно сын рассчитался всеми долгами тут же появились все друзья но он уже ученые будут всех их выставил вот понимаете вот у богачей которые считают что они богаты у них иллюзия есть поэтому с моей точки зрения счастье может быть никогда не быть купленным любовь никогда не может в купленном играть можно все что угодно и вот самое главное если каждый из вас не будет играть ничего в жизни а будет самим собой со своими недостатками достоинство к есть конечно не статки лучше бороться естественно но быть самим собой то я думаю это самое главное это первое че первая ступень быть достойным человеком но естественно прописанные истины которые опять немного сказано что никогда не делать другому того чего ты бы не хотел чтобы сделать тебе но если человек не мазохист и так далее то естественно он не захочет многих вещей поэтому придерживаться этого и ставь ставить себе целью не личная позиция моя хата с края ничего не знаю потому что к сожалению очень многие люди считают типа так а вот пускай кто-то придет сделает а я потом приду и буду рад и спасибо скажу да но извините это не работает так это позиция паразитическая в принципе и если так мы с вами будем думать то в нашей стране ничего положительного не произойдет то что именно этого и добиваются паразит социальные именно это почему потому что для них это очень удобная позиция потому что человек пассивен я не призываю никаким революциям потому что считаю что революции создавались не только считаю имеются факты что все революции существующие по крайней мере последние полторы тысячи лет были инсценируем социальные паразиты для того чтобы захватить власть финансы и так далее и так далее поэтому и ни к чему хорошему как вы знаете из фактов ни к чему не приводили но гражданская позиция понимаете когда как говорится один человек что-то делает его могут заткнуть там упрятав тюрьму да и вот он высунулся в башке дали а я не хочу быть я потеряю работу и так далее все на этом закончится а вот понимаете вот когда единицы это дело действительно их можно засунуть и в тюрьму и психушкой куда и убить но если все люди будет достойно то бороться свои права то всех не упрячут потому что тем паразитам они сами то не работают они такой дрожат над своими капиталами чтобы их не убили не убрали защиты сколько армии вы знаете олигарх имеет армии которые их охраняют а чего их охраняет а таких же придурков которые хотят их ограбить правильно вот их основная задача сохранить и деньги наворованные и себя защитить хорошего сказать а то чтобы не кокнул конкурент или там жена сестра брат или неважно кто но у вас там миллиардов нет да или тоже есть спрятаны и закопали да и нары прикидываетесь да что нечего есть да бывали случаи такие я помню еще советские времена когда нищенки умирали или ничьи умирали так это побирались и ходили и ели объедки а у них матрасы находились то времена по 300 тысяч рублей ну знаете такие случаи не америка не открывает такие патологии бывают тоже но я думаю что среди сидящих здесь такие патологии нет миллиарда никто не закопал на всякий случай поэтому чего вам бояться или как на завода где-то в сибири забыл как это фамилия владелец кто-то выскочил этих дирибаск о дирибаск когда когда ломаются станки на которых рабочие работают знаете что он заявляет хотите работать ремонтирует за свой счет неплохо да и люди делают это а то если бы извините все бы сказать черт возьми так и твои станки ты их ремонтируй все бы сказали чтобы перестали бы работать заводой чтобы избежал потому что сам дирибаска и вынужден будет ремонтировать а все боятся меня уволят да если уволят а что это сколько там сибири получать пять шесть тысяч рублей зарплата да есть сибири люди да побольше ну по разному бывает ну и много на вы конечно шикуете на свои зарплаты каждый день черную икру чашки тарелки такие трескаете да точно да ну понимаете на жизнь на хватать всегда можно хлеб молоко и так далее никто не говорит но дело в том что если бы людей не воровали то уровень жизни был бы совершенно другой вот вы сейчас слышали сейчас россия вступает то да а знаете что это означает что в россию становятся мировые цены на все продукты питания в том числе и так далее так далее вроде хорошо да россии вливается мировое сообщество только не уточнили что при всем притом у работающих людей на западе зарплаты в десятки раз выше знаете сколько горничина получает в европе примеру полторы ты две тысячи евро это 80 тысяч рублей кто-то получает 80 рублей горничные есть осмеются странно почему так извините имея две тысячи евро в зарплату можно конечно потянуть искать мировые цены которые есть а при наших ценах ценах мировых которые устанавливаются да сейчас вы знаете готовится повышение цен в июле знаете об этом да и будут стоить бензин дороже чем в европе и в мире то есть мы страна который принц и люди которым принадлежит богатство недр всех не олигархам принц и не принадлежат стране то есть нам с вами будем платить за бензин больше чем те кто покупает у нас тот же бензин это что хорошо это справедливо где должна быть цена на те же самые нефтепродукты для внутреннего пользования должны быть ему чуть больше себестоимости производства как во многих странах арабских то делается арабы себе позволить но хотя они не такие богатые как страна как россия а почему потому что тем по крайне арабы которые живут в своих странах имеет миллиарды тоже они тратят деньги на свою страну потому что они беспокоятся о своем народе о людях у недостойная жизнь в некоторых странах человек рождается на его счет кладется сумма денег ему оплачивается образование лучших университетов европы и т.д. и т.п. россия богаче всех стран вместе взятых вы это знаете да а скажите а сколько положили на ваш личный счет много ноль а то наверное единичку забыли прибавить да ну и так далее так что понимаете вот когда такие вещи говорят просто говорят полуправду вот в то вступаем все хорошо мы т.к. получаем равные права так поднимите зарплату работающий поднимите пенсию чтобы люди получая заработку не менее допустим 50-60 тысяч рублей в месяц пенсия была не меньше 40 50 тысяч рублей многие пенсии такая ой как странно на западе знаете государственные служащие почему не так держится за свои места и взятки не берут во-первых потому что им по башке дадут хотя взятки тоже берут только не по мелочи а воруют там десятки сотни миллиардов хлее чем наши но мелкие служащие не берут потому что у них пенсии идет от 90 процентов от их зарплаты примеру если человек получал зарплату там не за месяц считает зарплата а по годовую зарплату допустим 100 тысяч долларов или 120 тысяч долларов вот посчитайте 90 процентов из отца 90 тысяч долларов пенсии в год но прикиньте поможете 90 тысяч на рубли это мелкий чиновник вы такие пенсии получаете да ну и так далее ну опять немножко увлекся но в принципе чему говорю то что человеческое достоинство нельзя иметь стоя на коленях раб априори не может иметь через к достоинству он может быть рабом но понимать есть человек может быть свободен в тюрьме и рабом на свободе понимаете что минут человек может и находясь в тюрьме бороться и не сломлено быть и он имеется через к достоинству но большинство живущий сейчас за пределами тюрьмы относительно за пределами понимаете почему говорю так то достоинство не совсем присутствует потому что каждый боится что если что-то вякнет то получит в башке и каждый боится высунуться ожидать что будут высовываться другие а справедливо это после этого требовать чтобы кто-то высовывался но некоторые высовываются и будут высовываться потому что не всем без родичей я думаю кто сегодня приехал им кажется не без родичей поэтому и приехали высунулись правильно поэтому если мы все-таки пытаемся что делать если мы пытаемся что-то сделать для нашей страны то мы должны не бояться что за это нас по головки не погладят но это не значит нужно делать глупости нужно тщательно изучать позиции так далее вот когда недавно в омске пытались сказать присобачить что типа уголовное дело возбудить против профсоюза который создаваясь но участник движения там присутствует тоже якобы из того что они занимаются экстремистской деятельностью из-за моих книжек что получилось нет потому что группа собралась людей пришла с камерой засняли такая выставлена на сайте я смогу посмотреть где видно что этот следователь офицер звонит я ничего не мог поделать ничего не мог поделать все это засняли и все заглохло все а в челябинске взяли на испуг там подписали все что угодно в перепугу потому что люди невежественных вопросов не поэтому или бояться а чего бояться опять-таки очень просто их менять террористической деятельности сразу все перепугали перепуганы так далее вы знаете мне приходилось беседы с пяти следователями по мере того книг пытались запретить и что я четко оставил свою позицию и пять следователей отказали возбуждение уголовного дела хотя пока гражданский суд идет некого уголовного дела не могут возбуждать это тоже противозаконно хотя генеральная прокуратура на это все давила на следователи основательно то есть требовать следует чтобы они возбуждали потому что объясняю что допустим книга если на как говорится признана экстремистской примеру во первых пока она не признана экстремистской вообще никаких действий не могут иметь если книгу все-таки признали законами закона это вопрос второй потому что там столько нарушений уголовный наказуем между прочим судья и прокурор делали при этом что хватило бы всем этим людям на пожизненные сроки если честно говорить но они потому что все покрыто генеральной прокуратурой так вот но даже если вот запретили вот после запрещения книги только лишь распространение книги которая запрещена и после того книга внесена в реестр запрещенной книги делает в списке есть списки есть если вы идете агитируете за нее и раздаете книгу или торгуете книгу вот тогда вы против вас возможно возбудить уголовное дело за распространение террористическое экстремистского материала только тогда а если вас книга есть и вы читаете это ваше право никто не имеет права запретить и никакой экстремизм не является даже если вас книга есть и даже если найдут книгу у вас но если найдут 100 книг то сказать объясню что вы читаете 100 книг по очереди наверное сложно будет поверить да но если вас найдут одну книгу и вот вас брать на понты как говорят да уголовники обвинять вас экстремизм то это противозаконно вы имеете право читать любую книгу и и экстремистская деятельность она не является пока вы не занимает не навязаны другими и так далее вот понимаете вот нельзя нужно хотя бы быть самим изучать свои права потому что наше невежество используется нашими врагами очень хорошо вот в омске и челябинске и там и там все движение в одном случае повели себя правильно и всех отпустили а другие на подписали фальшивную форму противозаконную потому что мой сайт не экстремистские книги они никаких не распространяли россия не распространяли ничего не делает такого а за что же головная ответственность за экстремизм привлекает за это нужно привлекать следователю что я порекомендовал всем как это дать заявление о возбуждении уголовного дела против следователей и тут же выкладывать самый лучший вариант на интернет если сами у самих нет присылайте на мой сайт присылайте байды дмитрию тут же будет выставлено на сайте и это будет распространено очень быстро и уж тогда ничего не смогут сделать потому что когда это придано огласки им невозможно замолчать а пока еще не смотря на блокировки по крайне два сайта и там другие меньше всего четыре сайта движения такие но в общей сложности два сайта посещает более 600 тысяч человек в месяц а сейчас еще больше хотя опять-таки блокировка так что мой совет не нужно бояться потому что страх часто бывает фальшивый специально нанитаем для того чтобы людей завести заблуждение заставить сделать то что они потом пожалеет игра осложняет себе саму позицию поэтому мой совет низ не бойтесь того что не нужно бояться нужно бояться реальности а не то что фикции вы сказать что можно сделать а можно много делать если быть на активной позиции вот и все не так уж много требуется а а а а